Проявить себя как талантливый дизайнер в полной мере Никите удалось на региональном конкурсе «Мельница моды», где он стал одним из тех счастливчиков, работы которого жюри оценило высоко, и двери в мир высокой моды для него открылись. Но в этом году из-за непростой эпидемической ситуации финал республиканского фестиваля конкурса перенесли на неопределенный срок. Это не расстроило юного кутерье. Для него отсрочка стала возможностью тщательно подготовиться, исправить ошибки и продумать новые детали, чтобы представить свою работу столичной публике во всей красе. О своей коллекции молодой человек говорит с особым трепетом, потому что вкладывает в нее глубокий смысл. Эти коллекции заключались в том, чтобы объединить какое-то впечатление из детства, вот именно запечатлеть момент, личного пережитого опыта, впечатление о даче, какой-то такой момент, вдохновленный именно какими-то национальными мотивами, именно моментом передать особенности культуры, но при этом через призму себя. Над созданием новой коллекции Никита трудился на протяжении двух месяцев. За такой короткий срок он смог справиться только благодаря своему мастеру производственного обучения. Под ее чутким руководством Никите удалось воплотить в жизнь задуманное. Коллекция получилась в стиле фольк-модерна. Он соединил белорусские традиции и современную моду в единое целое. При этом использовал вторичные материалы, что сделало его коллекцию не только аутентичной, но и экологичной. Мы, считайте, за два месяца сотворили это чудо, эту коллекцию, но именно в дни производственного обучения творили. Так что, если ребенок способный, он схватывает это все на лету, еще плюс моя помощь и подсказка. Конечно, если взять как конструктивные вот эти все моменты, то получается это все на меня возлагалось, потому что он еще конструирование как на первом курсе не проходил. А уже узлы обработку и полностью создание коллекции, туда его рук дело, особенно как вышивка, как аппликация, как такие вот моменты. Несколькими годами ранее у Никиты Ведерникова была проба высшего образования. Он поступил в Брестский государственный технический университет, где получал специальность архитектура. Но в какой-то момент понял – не его. И на третьем курсе молодой дизайнер разобрал документы из университета и решил найти дело по душе. Это всегда поиск себя, это какой-то момент найти реализацию для самого себя. То, чем тебе интересно заниматься, то, что тебя вдохновляет, и с ходом времени как бы меняется какой-то взгляд. И на данный момент я понимаю, что в данной сфере я могу реализовываться и получать удовольствие от процесса, и создавать какие-то практичные, утилитарные вещи. Никита делится, что вдохновлялся работами известного зарубежного дизайнера Дриса Ван Нотена. Коллекции, созданные руками бельгийского кутерье, всегда находят своего покупателя. Ведь это тот самый случай, когда люди платят не за сезонный предмет гардероба, а за атмосферу, историю и личность создателя. К этому стремится и молодой брестский дизайнер, у которого все впереди. Ирина Кузьмища, Дарод Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Ирина Кузьмища, Дарод Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Ирина Кузьмища, Дарод Букунович, Дарод Букунович, Дарод Букунович, Дарод Букунович. Дарод Букунович, 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 Дарод Бу